Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова На одной ноге и с виноградом во рту. Женечка? Да. Да, вот так они 12 виноградбин съедают за 12 ударов курантов. Блестяще! Верите ли вы, что новогоднюю ночь в храмах японских, синтоистских, бьют в колокол ровно 100 раз? Женя? Нет, 108. Ничего себе! А может вы еще объясните, почему именно 108? Потому что это количество пороков. Или недостатка у человека, от которого нужно избавиться. Браженечка! Верите ли вы, что в Мексике на Новый год ходят вокруг дома с чемоданами в руках? Ленечка? Да. Да, так они нагадывают себе путешествия. Прекрасно. Ну, может, тренируются так мигранты в США. Верите ли вы, что шведские дети под Новый год бьют старую посуду о двери нелюбимых учителей? Фальстарт у вас, Женечка, с ним очень строго нашли электронный судья. А, Леночка? Нет. Не верите, да? То есть подошел, старую тарелку на подвери, разлетелось, утром выходит учитель, куча битой посуды. Как меня любят ученики. Любимых и уважаемых людей торчествуют в Швеции дети. Браво! После блеф игры, после блеф игры у нас на табло 10-15, впереди красная сборная. Вперед! А, кстати, вот почему такие цвета оказываются. Цвета тоже новогодние. Красный – это цвета Санта-Клауса, ну, а в синем кафтане иногда ходит наш Дед Мороз. Так что это будет команда Деда Мороза и команда Санта-Клауса. Кирилл Дед Мороз, Максим Санта-Клаус. Дуэль-игра! Дуэль-игра! Дуэль-игра пять тем, прослушайте, пожалуйста. Первая тема очень неожиданная. В лесу родилась елочка. Второй бой еще неожиданнее. В лесу она росла. Третий бой – зимой и летом. Четвертый бой – стройная. Ну и пятый, вы уже догадались, зеленая. Была пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя возьмет. Поехали! Вот так. Дед Мороз все уже решил со своими снегурочками, а Санта-Клаус со своими эльфами все еще обсуждает. Итак, Кирилл, что у вас с елочкой, родившейся в лесу, кто готов? Женя. Женя, это будет второй выход. Максим у вас? Лена. Лена. Итак, Женя против Лены, вперед! Жанна, папа! Ближе! Итак, поехали. В лесу родилась елочка. Помните эту песенку, правда? Милая песенка. Правда, елочку жалко. Итак, она пела песенку новорожденной елочки. Тихо! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И это человек, который боролся с подсказками всю прошлую игру. Метель. Метель ей пела песенку, спи елочка, ну и так далее. Играем. Эти два животных диких, причем животных антагониста, упоминаются в песенке про елочку. Женя. Заяц и волк. Трусишка, зайка серенький, под елочкой скакал, и волк с овцою пробегал. Продолжаем. А вот он укутывал елочку снежком, чтобы не замерзала. Ну? Мороз. Лен, вы совсем не знаете эту песенку? Никогда не пели в детстве. Мороз снежком укутывал. Да, смотри, не замерзай. Этот национальный интернет-домен дважды звучит в песенке метели. Ну? Спи, елочка. Бай, бай. Би-уай наш национальный белорусский интернет-домен. Бай. И нарядная елочка, как известно, принесла детишкам много-много чего. Фальстарт у Леночки. Я радуюсь вместе с ней. Женя. Радостей. А может, напоете? Много-много радостей. Детишкам принесла. Хорошо. Блестяще отыграла свой второй выход Евгения наша. Итак, 30-15. Впереди команда Деда Мороза Кирилла. Играет следующий бой. Бой в лесу, а наросла. Кирилл, кого отправляете? Сергея. Сергея, Сережу. Сережа у нас впервые. Максим, кого вы? Ксюшу. Итак, Сережа против Ксюши. Бедный, бедный, Юрик. Итак, внимание. Бедная елочка. Начнем. В лесу она росла. В русских сказках это почти живая избушка. Ну, росла или была в лесу. Ксения. Избушка на курьих ножках. Да, вот такая она, почти живая. Раз курьи ножки, почти живая. Играем. Столько елок в самом маленьком лесу в мире у поселка Коцебуна. В Аляске сколько? Самый маленький лес в мире. Сколько? Сережа, смелее. Ксения. Смею предположить, что три. Три? Нет, это много. Это уже большой лес. Да, ну ладно. Можно заблудиться в трех елках. Так, Сережа, сколько? Одна. Одна, конечно же, браво. Единственная ель там растет, должна быть внесена в список ЮНЕСКО. Дальше. В индийском лесу росла не елочка. В индийском лесу росла черная учительница Маугли. А звали ее... Да. Багира. Блестящая. Сережа. Вот так вот. А Ксения хоть и в черном, но не догадалась. Играем. А вот в белорусском Полесье, как известно, живет кудесница леса. А зовут ее? Жила в белорусском Полесье. Рифмуем. Кудесница леса, Олеся, двоечники, бессмертную песню «Сябров не знаете». Играем. Она растет в наших лесах и уже своим названием напоминает, что ее можно есть сырой. Ну. Сыроежка. Сыроежка, конечно же. И вот Сережа так тихонько-тихонько вышел-вышел и команду Деда Мороза вытащил вперед. 45-20. Блестяще играем. Зимой и летом. Речь будет и про зиму, и про лето. Кого готов отправить наш Дед Мороз в бой? Отправляем Яну. Яночка, внимание, будьте готовы. А Максим, вы? Максима. Итак, Яна против Максима. Вперед. Яна, я знаю, девушкам эти вопросы не задают, но все-таки в каком вы классе учитесь? В седьмом. В седьмом. А Максим, вы? В седьмом. Ой, как хорошо. Вот у нас сошелся равный возраст. Замечательная тема «Зимой и летом». Итак, внимание. Правильный ответ на эту детскую загадку – елка. Ну, зимой и летом. Тише. О. Одним цветом. Зимой и летом, одним цветом, конечно. Конечно же. Браво, Яночка. Зимой у птиц, не улетающих на юг, их больше, чем летом. Чего вы? Вот. Да. Перев. Блестяще, Максим. Отлично. В этом полушарии зима, когда у нас лето. Фальстарт. Максим Задимов, очень строго здесь электронный судья. Яночка, в каком полушарии? В южном. В южном, конечно, плюс пяточку. Но это для вас уже, по-моему, у вас тогда еще на свете не было. Так называлась фирма, в которой работала неродившаяся красивой Катя Пушкарева. Да, да, дети, да, милые мои. Ну, зал хором. Зимолет. Зимолетто, конечно. Да, была такая фирма, был такой сериал неродивший красивый, была такая золушка российская. Переиграем. Вопреки названию, это, внимание, вопреки названию, эта птичка не выводит птенцов зимой. И сама зимой не родится. А как раз, наоборот, ближе к лету. Что ж, та птичка такая? Ну. Вопреки названию. Не родится зимой. На самом деле, это зимородок. Есть такая птичка, питающаяся рыбой. Счет у нас после боя зимой и летом 55-25. Великолепно играет синяя команда Деда Мороза. Играем. Итак, тема стройная. Кого на стройной отправляете? Галину. Галину. А вы, Максим? Людмилу. Галину, Людмилу, вперед. Не забыл им. Галину Владимировну и Людмилу Вячеславовну, кроме их общей стройности, конечно, объединяет то, что, во-первых, обе они сотрудницы Гомельского областного дворца творчества детей и молодежи. Обе они обаятельные женщины. А вот и обе они очень любят наш интеллектуальный спорт. Вот за что им большое спасибо. Сегодня эти милые женщины пришли к нам на игру. Итак, внимание. Стройная тема. Так называется то, что не имеет внутренних противоречий. Например, теория. Да. Как? Какая? Ну, понятно. Галина, может, вы догадаетесь? Ну, возможно, стройная. Стройная, конечно. Стройная теория, не противоречивая. Плюс пять очков. Людмилочка, спокойно. В японской сказке, хотя могли и в китайской, в его стволе находят крошечную стройную девочку. Очень быстро растущую девочку. Ствол чего? Что там в Японии и Китае быстро растет? Да. Бамбук. Браво, Людмила! Всего три пары стройных женских ног насчитал в России этот поэт. Но. Люблю их ножки, только вряд найдете вы в России. Целые три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог. Две ножки грустные. Охладел я все их помню. И во сне они тревожат сердце. Неожать их все еще можно. Да. Пушкин? Да. А это Евгений Онегин, первая глава. Продолжаем. Хитрый продавец женской одежды из Лондона установил у себя кривые их. Вальстарт. Чтобы фигура смотрелась стройнее. Что же он установил там такого? Да. Ноги. Установил у себя кривые ноги, чтобы фигура смотрелась по-тре... Ребятушки, креативнейший ответ. А что хотела ответить Людмила, сорвавшая фальстарт? Зеркала. Зеркала, конечно. Кривые зеркала, чтобы фигура смотрелась стройнее. Так у нее больше одежды уходило. Ну, на Новый год я только шуток не услышу. Играем. Это стройняшка, ростом более 500 метров, самая высокая в Москве. 500 метров. Людмила. Елка. 500 метров. Понятно. Галина, может, вы догадаетесь? Рискну предположить, что это телебашня. Какая? Останкинская. Да, конечно. Ну что, страшно было, девушки? Страшно. Сыграли хорошо, тем не менее. 65-35. Следующий бой. Ну и на зеленую тему у нас капитанский бой. Кирилл против Максима. Вперед! Два профессионала, два капитана команд. Кирилл студенческой, Максим лицейской. Вот посмотрим, как они сразятся друг против друга. Итак, диалог под новогодней елкой. Зеленая была тема. А этот король ужасов, автор книги «Зеленая миля». Максим? Стивен Кинг. Стивен Кинг, да. Играем. Yes. Yes. Или жаркость. Это общий элемент у флагов Литвы, Венгрии и Болгарии. Да, Кирилл? Зеленая полоса. Зеленая полоса, конечно же. Ее разыгрывают в так называемую визовую лотерею. Она дает право жить и работать в США. Максим? Гринкард. Гринкард, да. Зеленая карта, великолепно. Вот видите, настоящая профессионал. Щелк, 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 щелк. Все знают. Она сыграла черепаху Тартиллу в фильме «Приключения Боротина». Кирилл? Рина Зеленая. Рина Зеленая, великолепная актриса, да. Сыгравшая миссис Хадсон в «Приключениях Шарлока Холмса». И заканчиваем. А это титулованная особа, самая зеленая героиня русских сказок. Титулованная, ребята. Тони. Ква-ква-ква-ква. Да, Максим? Это лягушка. Все? Титулованная? Принцесса-лягушка. Ой. Будем считать, что у вас был фальш-старт. Макс, не так стыдно. Царевна-лягушка, конечно, царевна-лягушка. И только царевна. Вот вошли вы в образ Санта-Клауса, и наша родная царевна заменили какой-то ихней принцессой. Счет у нас после 2 игры. 80-45. Играем дальше. Везде торгуют сувенирами, везде расклеены плакаты, что, дескать, следующий год, 2017, это год красного петуха. Он не наступит, он не наступит в новогоднюю ночь, и конец света тут совершенно ни при чем. Дело в том, что китайский лунный календарь, а петух наступает именно по этому календарю, предполагает, что год меняется между январем и февралью. Когда именно? А смотрите вот наши передачи, и вы узнаете об этом. Итак, внимание, тест игра у нас, игра с вариантами петух. Кирилл, кто у вас пойдет на такое суперцентрализованное тестирование? Сергей. Сережа, великолепно, у Максима? Ксения. Ксения. Сергей, пройдем к Ксении, вперед! Итак, внимание, тест игра петух. Кукарику кричат русскоязычные петухи, а вот кукулду кричат А, немецкие, Б, английские, С, французские. Ксения. Пускай это будет немецкие. Не, немецкие по-другому кричат. Они так с акцентом кричат Ку-Ка-Э-Коу. Прошу вас, Сережа. Французские. Французские? Не, они так тоже гаосеры кричат. Кукулду это английский, петух кричит, что вы английского не изучали, что ли? Играем. Коктейль. Коктейль в переводе это петушиный. А, хвост, Б, глаз, С, клюв. Ксения. А, хвост. Конечно же, плюс 10 очков. Ночная нечисть, Сережа, может гулять по земле до А, первых петухов, Б, вторых петухов, С, третьих петухов. Ксения. Третьих петухов. До третьих петухов только третьи петухи на рассвете кричат. И нечисть улепетывает в ад. Христос предсказал, что прежде чем прокричит петух, апостолы, А, отрекутся от него, Б, разбегутся кто куда, и С, поделят 30 сребреников. Фальстарт, Сения. Сережа? Апостолы отрекутся от него. Да, не успеет трижды прокричать петух. Сережа, а вот откройте тайну, вы при какой школе занимаетесь-то, вот по профилю, вот того, что сейчас прозвучало? При воскресной школе храма всех скорбящих радостей. И команда, кстати, в которую он играет, называется «Радость моя». Вот такая замечательная команда, недавно выигравшая турнир воскресных школ города Гомеля и области. Вот такие они молодцы. Итак, внимание, последний образ. Главного героя пушкинской сказки о золотом петушке звали А. Салтан, Б. Гвидон, Ц. Дадон. Ксения? Дадон. Жил-был славный царь Дадон, с молодым был Гродинон и так далее, и так далее, и так далее. Плюс 10 очков после тест-игры. 85-75. Ксения сократила разрыв в счете. А мы переходим к слайд-игре. Итак, сегодня слайд-игра тоже необычная, тоже новогодняя. Новогодние фильмы. Причем не только наши российские, советские фильмы, но и вот этой стороны, которая там не только Новый год, но еще и Рождество. Кирилл, кого вы выпускаете из своей Деда Морозовской команды на кино-слайд-игру? А вот Галину выпускает. Галину. А Максим кого? А вот Людмилу. А вот Людмила. Вперед, девушки! Галина! Галина! Ну что ж, выигрывает пока у нас синий, пока выигрывает команда Деда Мороза. И первый слайд для нашей Галины. Галина, прошу вас. Кинофильм «Один дома». Да, Макалий Калкин, вот красавец у нас такой красивый, и он там подглядывает в окно преступник. Так, обращаемся к Людмиле. Людмила, фильм для вас. С легким паром. А еще, а начало? Ирония судьбы или с легким паром? Вот и правильно, отлично! 15 очков зарабатывает Людмила для своей Санта-Клаусовской команды на нашем самом любимом советском фильме. Галина, для вас. Опа! Не смотрели со своей дочерью? Галина Владимировна, Людмила, вот что вы знаете? Гринч. Гринч. А что он похищал? Похититель Нового года. Рождества, ладно, защита на все-таки Новый год. Сегодня Гринч, похититель Рождества. Теперь вы это знаете. 10 очков на фото, Людмила взяла. И Людочка для вас. Карнавальная ночь. А вот тут уже без ошибки, да, Людмила Гурченко поет про две минуты. Галина Владимировна, прошу вас. Не смотрели этот мультик. Людмила, может, вы знаете? Полярный экспресс. Ничего себе! Полярный экспресс! Понятненько. Плюс 10. Люда, прошу. Вечера на хуторе Близди Каньки. Неправильный ответ. Не так называется этот фильм. Галина. Сейчас скажу. Ну? Провокулу. Провокулу кузнеца. Да, провокулу кузнеца одинаково с лица. Ну, Галина, спокойно. Ночь. Ночь перед Рождеством. Да, конечно. Итак, Людмила, слайд для вас. 12 месяцев. Да, вот там подснежники у нас в корзине даже. 15 очков. Галина. Возможно, это чародеи. Стою, не смея отойти от стекла. Да, это Васильева в роли... А ты можешь не смотреть. Шимаханской. Да, великолепный фильм по сценарию братьев Стругацких. Люда. Щелкунчик. Щелкунчик. Чудный мультик. Да. С музыкой Чайковского. Галина. Ёлки. Это не просто, это Ёлки 2. Да, это правильный ответ. Все. 140-155. Людмила вывела свою команду вперед. Браво. И риск игра, наверное, в бой пойдут снова... Старики. Профессионалы, я бы сказал. Итак, Дед Мороз против Санта-Клауса. Вперед! Прекрасно. Итак, риск игра не будет сегодня повторять темы всех наших дуэльных. Тема простая. Новый год. Именно он в 1700 году приказал россиянам встречать Новый год 1 января. Кирилл? Петр Первый. Петр Первый. Великолепно. Этот американский журнал в декабре называет Человека Года. Максим? Форбс. Форбс? Да ничего подобного. Минус 20. Кирилл, вы знаете. Журнал Тайм. Журнал Тайм, конечно. Продолжаем. Продажи этого напитка в России имеют два пика. Напиток это шампанское. Первый пик Новый год, а второй? Да. Свадьба? Ну, блин. Нет, нужна дата. Месяц и число. Ну, пусть будет 8 марта. Да, вы правы, Макс. Ответ родился в процессе. У Островского ее родители Дед Мороз и Весна Красна. Кирилл? Снегурочки. И это правильный ответ. И заканчиваем. В Лас-Вегасе ее прекращают за полминуты до Нового года. Она это... Что бы я хотел пожелать нашей эрудит-пятерке в следующем году? Чтобы наша игра не останавливалась. Чтобы наша игра не прекращалась. Чтобы она радовала игроков и зрителей. Ну, а вам, те, кто находится и по ту сторону экрана, и по эту, дорогие зрители, мои любимые игроки, улыбающиеся. Вам бы я очень хотел пожелать словами Владимира Яковлевича Ворошилова, бессмертного основателя передачи «Что, где, когда». Будем счастливы, несмотря ни на что. То, что должно быть в новогоднем столе, обязательно. Сладкое, торт. Нам тортик в предновогодней нашей игре дарит наш постоянный партнер «Самомойка на солнечной». Объездная 4G. Все виды мойки. Ручное автоматическое. Автохимия, пылесос, все, что душе угодно. Встретим вместе с «Самомойка на солнечной» Новый год чистыми. Чистого вам счастья. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова